ДИКТАНТ ПОБЕДЫ В преддверии 9 мая вся страна писала диктант Победы. Он проводится для оценки знаний населения о Великой Отечественной войне. Среди участников глава республики Владислав Ховалык. Организатором акции выступила партия «Единая Россия». Традиционно одной из главных пощадок для проведения диктанта Победы в столице республики стал Национальный музей. Уважаемые участники диктанта, все вы знаете, у нас в Туве также традиционно мы проводим 158 площадок. И Национальный музей республики Тува является уникальной площадкой диктанта Победы. В написании исторического диктанта приняли участие активная молодежь, участники СВО, депутаты Верховного Хурала и глава региона Владислав Ховалык. Важно помнить свою историю, уважать ее, а для этого знать историю своего края, историю всей страны. Диктант проводится в форме тестирования. Участникам было предложено выполнить 25 заданий за 45 минут. В этом году в диктант вошли вопросы по истории Второй мировой войны. Участие в акции – это очень важно, отмечают все. Сегодня у нас уже, можно сказать, традиционный диктант Победы прошел уже пятый по счету. Я каждый раз принимаю участие. Каждый раз, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, честно говоря, очень сложно. Оказывается, многих вещей не знаешь. Здесь, начиная от наших генералов, наших полководцев, кончая писателями, которые писали о войне. В преддверии замечательного и всеми любимого праздника, исторического праздника, который для нас очень дорог, 9 мая, Дня Победы, партия «Единая Россия» проводит диктант Победы. Этот диктант, безусловно, прежде всего, характеризует, наверное, активное участие представителей не только политических структур, я имею в виду партии «Единая Россия», но и тех, кто неравнодушен сегодня ко Дню Победы. Я думаю, что такой диктант, безусловно, нужен. По словам волонтеров Победы, многие вопросы были непростыми и помогли выявить пробелы в исторических знаниях. Там вопросы были сложные, и я, слава богу, чуть-чуть ответил. Самые первые вопросы, там были легкие ответы, и там самые сложные, это были 20-м вопросом. Диктант Победы проходит по всей России и является одним из наиболее значимых мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Акция впервые прошла в 2019 году и была приурочена к празднованию 74-й годовшины со дня Победы Великой Отечественной войне. В местечке Боробулак, неподалеку от районного центра города Чедана, сегодня прошли соревнования по национальным видам спорта в честь поддержки военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также открытие юбилейного 30-го скакового сезона 2023 года. Уже прошел первый забег скакунов, по результатам которого первое место занял наездник под номером 29 из Улукхемского района, второе место у Жакея под номером 17 из Пихема. Подробно о спортивных соревнованиях в Чедане смотрите на следующей неделе в программе «Спорт». На территории Главного управления МЧС России по республике Тыва состоялось торжественное открытие первого в регионе памятника подвигу пожарных и спасателей посвящается. Далее слово нашему корреспонденту. Открыли красное полотно и подарили монумент всем причастным к подвигу под гимн Российской Федерации и Республике Тыва. С приветственным словом перед личным составом выступил начальник Главного управления МЧС России по республике Тыва Алексей Артемов. Дорогие гости, коллеги и ветераны Государственной противопожарной службы, поздравляю вас с 374-й годовщиной пожарной охраны России. Пожарно-спасательная служба нашего региона – это настоящие профессионалы, состоявшаяся и сплоченная команда. Уверен, что каждый из вас гордится выбранной профессией. Композиция представляет для себя двухметровую высоту фигуру пожарного боевой одежды с ребенком на руках. За статуей трехметровая стена, монумент с высеченным огнем и надписью «Подвигу пожарных и спасателей» посвящается. По мнению пожарных и спасателей, памятник – это важная часть культуры и истории для каждого из нас. Сегодня у нас историческое событие. У нас раньше никогда не было вот этой памяти, посвященной которой спасателям пожарным. Вот сегодня у нас очень отрадно, потому что столько ребят у нас, которые отличные герои, да, обычные жизни, работают и служат. Вот теперь и тем, которые ушлись на тот мир, вот этим спасателям посвящаются. После торжественного открытия памятника прошла церемония принятия присяги сотрудниками Федеральной противопожарной службы. Присяга для меня – это очень значимая дата. Для любого офицера принимать присягу – это мужественный подвиг и, по сути, служение своему народу и Российской Федерации. Этот памятник посвящен мужеству и отваге тех, кто каждый час, каждую минуту приходит на помощь и порой ценой собственной жизни спасает другую жизнь. А также в рамках мероприятия состоялось награждение личного состава медалями. В Министерстве дорожно-транспортного комплекса Тувы рассказали, какие дорожные объекты в текущем году будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В нормативное состояние будут приведены участки региональных дорог, а также в городе Кызыле. Тему продолжит наш корреспондент. Жители улицы Каменистая могут радоваться. Уже начаты работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, как говорится, убитой дороги. Из-за погодных условий процесс работы замедлился. На сегодняшний день осталось благоустройство тротуаров и верхнего слоя асфальтобетона. Кроме того, будет реконструирован участок автомобильной дороги от Магистральной улицы в районе МЧС до Колхозной. А также расширят улицу Колхозную с двух до четырех полос. Колхозную у нас реализуются в два этапа. Это по два километра до Дом ветеранов от Своротка и до ТЭЦ. И, кроме того, конечно же, ряд у нас запланированных моментов по уширению. Мы взяли и кольцевую развязку на улице Байхакское примыкание, Титовое и Калинино. Потому что там тоже уже поток значительно увеличился от того, что мы увеличили число полос, опять же, улицы Байхакской, Титовое. Ну, соответственно, там требуется тоже уширение. Глава ТУВИ Владислав Хавалык указал на некоторые проблемные части дорог в черте города, где наибольшее скопление транспортных средств. Планируется расширить улицы Полигонная, продолжение улицы Интернациональная, соединение левобережных дачных обществ в селе Сукпак. Дороги ремонтируют не только в городе, но и в районах. По региональной сети это, конечно же, приоритет. У нас опорная сеть, так называемая, это основные наши артерии республики, направление в федеральной трассе, направление Козыл-Эрзин. Там есть несколько участков, в том числе есть такие сложные участки, которые уже дали просадку, которые необходимо реконструировать. Есть участки Козыл-Сараксепа. На проведение работы с федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» направлено более 1 миллиарда рублей. Инна Глаян, Буяна Юн, Айдана Сенданма, телеканал ТУВА-24. В столице ТУВИ состоялся первый чемпионат по спортивному программированию среди молодежи, посвященный Году народной сплоченности в республике ТУВА. Чемпионат, организованный Министерством цифрового развития республики, прошел на базе ТУВИНского техникума информационных технологий. В чемпионате приняли участие обучающиеся образовательных учреждений республики, а также все желающие от 14 до 35 лет. Все находящиеся здесь участники увлечены спортивным программированием. «Я принимаю участие, потому что мне нравится программирование. Я попал в этот мир с 9 класса благодаря моим друзьям. И с тех пор я полюбил программирование. Ну и я задаю ЕГЭ по информатике и собираюсь поступать в информационный вуз программирования. Но всегда было интересно меня, и это всегда какие-то новые открытия делаешь. И поэтому мне очень интересно данная область». Ученик 5-й гимназии города Кызыла заинтересовался программированием 6-го класса и с тех пор участвует в различных чемпионатах. «Я люблю очень программирование. Я до этого тут уже участвовал. Я уже тут нахожусь в третий раз. Я участвовал в молодых профессионалах 2023. Займем второе место. И сейчас надеюсь тоже на призовое место. Тут президентское Козыльское училище. Это меня уже напрягает, потому что там образование такое нормальное. Тут еще люди разных возрастов. Но я увлекаюсь это уже с 6-го класса. Я думаю, я хотя бы что-то знаю, как и они, как и все здесь. Так что надеюсь. Целью чемпионата является развитие и популяризация такого нового вида спорта, как спортивное программирование среди всех слоев населения. А также решение проблемы дефицита кадров в цифровой экономике. Такие мероприятия выявляют и развивают таланты. В конкурсе приняли участие 60 участников с образовательных учреждений и желающие граждане. Награждение состоится 5 мая ко дню радио. Инна Клоян, Буян Магуша, Замата Чур, телеканал ТУВА24. К теме тувинского кино. 18 апреля в Москве в Центральном доме кинематографистов прошел показ альманаха слушателей лаборатории дебютного фильма ТВА-фильм. Подробности далее. Лаборатория дебютного фильма ТВА-фильм работает в киноклубе Тувинского госуниверситета. В ней учат основам киноискусства всех желающих бесплатно. Курсы с прошлого года ведет режиссер, сценарист, представитель Союза кинематографистов России в Туве Мергенергит. Из 12 слушателей четверо продемонстрировали свои творческие дебютные работы для своих земляков в Москве. Драматическая составляющая картина быденно и знакома каждому. О нашей жизни о Тувинске. О том, что волнует каждого из нас. О нравственности, о выборе. Я считаю, что ребята справились со своей задачей. Им удалось раскрыть заявленные темы, поднятые темы в своих фильмах. Многие зрители аплодировали после показа в Доме кино. Собрались москвичи, которые живут в Москве, наши земляки. В этом нам оказало поддержку поспредство республики в Москве. Оказало информационную поддержку. землячество распространило пригласительные билеты, которые были распечатаны Союзом кинематографистов России. Для Тувинского кино показ работ в Московском Доме кино – это большой показатель, считает режиссер и сценарист Мергенергит. Я бы хотел выразить слова признательности главе республики Владиславу Товарищу Таевичу за оказанную поддержку в организации этой поездки и Министерству культуры Республики Това. Обучающиеся в лаборатории дебютного фильма за время курсов проходят три основные дисциплины. Это основы киноязыка, кинодраматургия и работа с актерами. Кино утратило, скажем так, в кавычках, некий флёр элитарности. Раньше кинематографистами мог быть ограниченный круг людей. Сейчас мы живём в цифровую эпоху. Сейчас каждый может взять хороший смартфон и снять шедевр, грубо говоря. Тут дело уже в ремесленных навыках, которыми обладает режиссёр. В понимании драматургии, умении рассказывать историю. Надо не бояться поднимать. У нас в Туве самые острые насущные проблемы. Просто не бояться этого. Надо говорить об этом. Если мы не будем об этом говорить, не рассказывать это всё кинематографом, не переводя это в плоскость киноязыка, развития кино не будет. Кино развивается только благодаря тому силе и воле художника, которые он прилагает, какие усилия он прилагает для того, чтобы рассказать историю смелости его. С помощью Союза кинематографистов России в перспективе планируется повысить профессиональное кинообразование в Туве. И со следующего года запустят полноценные режиссёрские курсы. Обучение кинорежиссуре будет бесплатной. Набор слушателей проходит каждую осень. Это были все новости к данному часу. А я с вами прощаюсь. Берегите себя.